Представники Гомельской области рыхтуются презентовать новые проекты в рамках республиканской акции «100 идей для Беларуси». В наступном месяце областный экспертный совет назове лучшие распространения, которые потом будут представлены в Минске. Сегодня новаторы учили, как правильно презентовать свои идеи и зациковать ими потенциальных инвесторов. Вядомо всем автомобилистам, лежачий полицейский, может выполнять не только функции обмежения худкости руху. Идею пропоновали в Гомельском Державном Техническом Университете. На полицейский накладывается специальное пристосование, по часу на езду на кое выпрацовывается электроэнергия. Разлики провели на прикладе проспекта Перамоги. За один день энергии повинны отримываться столько, что ее купить для работы 17 электоров на протягу 14 годин. Правда, термин окупности проекта достаточно великий. По подсчету для города Гомеля окупаемость в течение 20 лет – это при условии того, что основная часть данного оборудования прослужит 50 лет. В рамках республиканского проекта «Стоиды» для Беларуси все лета на Гомельшине пропоновали коля 100 инноваций. У вынику конкурсов, проведенных на районных узровнях, одобрали 30 распроцовок. Пропоновы самые разные – от компьютерной гульни до светлодиодной камизельки для велосипедистов. С початку на областным, а потом, коли пошанцуя и на республиканским этапах, конкурсантам треба буде максимум за три хвилины не только презентовать свой проект, але и зацекавить им потенциальных спонсоров. Прежде всего, необходимо, чтобы у самого автора горели глаза для реализации своей инициативы, чтобы он понимал, самый четко мог рассказать, что за инициатива, насколько она коммерчески выгодна. И тогда, наверное, спонсор будет готов профинансировать данный проект. Олег Сенсюров, Ольга Катамвалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.